Зафиксировать цены на местную молочную продукцию и повлиять на снижение цен продукции привозной. Именно на это нацелен принципиально новый механизм господдержки сельхозтоваропроизводителей молочной продукции на территории Ненинского автономного округа. Суть программы субсидирования нового формата заключается в поддержке не только произведенной, но и реализуемой продукции. На выполнение программы во втором полугодии 2014 года из средств окружного бюджета дополнительно выделено 70 миллионов рублей. Стоит сразу отметить, что дополнительная субсидия – это не принудительная мера. Это новый формат поддержки в условиях рыночной экономики, принимать его или нет – право каждого производителя. Сельхоз, товаропроизводитель вправе сам выбирать. Продавать ему молоко по 50 рублей или по 150 рублей – это его право. Мы просто ему предоставляем такую возможность. То есть, если он продает и идет, работает на наших условиях, то ему платится субсидия. Но он может выбирать. Вот в чем прелесть этого субсидирования. Новый формат субсидирования сейчас проходит в переходный период. Фиксированные цены хоть и заявлены с 1 июля, но перешли на них пока только фирменные магазины. Оптовикам же необходимо время, чтобы перезаключить договора на реализацию. Как отметил Сергей Киселев, на это потребуется не более 5-7 дней. Также немаловажным моментом в ценообразовании молочки является такое понятие, как базисная жирность. То есть, цена фиксируется на определенной жирности конкретного молочного продукта. У всех она, конечно же, разная. В случае, если сельхозтоваропроизводитель производит продукцию жирностью выше установлены, автоматически происходит перерасчет субсидий. Соответственно, и цена такого продукта будет немного выше. А теперь посмотрим, какой жирности продукты мы будем покупать, а главное – по каким ценам. Молоко 50 рублей, жирность 3,4%. Напиток кисломолочный и кефирный – 60 рублей, 3,2%. Снежок – 110 рублей, 2,5%. Напомним, предельные цены реализации зафиксированы с 1 июля и уже действуют в магазинах фирменной торговли. А в течение недели на новые фиксированные цены перейдут и оптовики, которые примут новые условия господдержки.